30 октября на базе многопрофильной гимназии номер 16 города Каспийска состоялось уникальное событие – международный творческий проект «Созвездие добра», который проходит в рамках фестиваля «Без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья и Всероссийский фестиваль «Поющий Дагестан». Отметим, что мероприятие прошло при поддержке правительства Республики Дагестан и Министерства культуры региона. Я рада вас сегодня приветствовать на нашем фестивале. Вы знаете, мне кажется, музыка – это такая большая, огромная страна со своими законами, городами и даже погодой. Здесь есть и яркое солнышко, и дождливые дни, и будни, и праздники. Вы знаете, дорогие наши участники, мне хочется вам пожелать, чтобы, входя в этот мир гармонии, а для кого-то, может быть, даже математики, вы были искренними в своем творчестве и, самое главное, смелыми. Данный фестиваль проводится с целью объединения и поддержки творчески одаренных исполнителей, любителей и любительских коллективов всех возрастных категорий, а также профессиональных исполнителей и деятелей искусств. Воссоздание фестивального движения в его лучших традициях – дружба, взаимопонимание среди участников и руководителей, а также обмен опытом между педагогами, участниками и профессиональными артистами. В связи с этим для гостей была подготовлена трогательная программа. В проекте приняли участие не только нормотипичные дети и молодежь. Но также дети и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе с синдромом Дауна и аутизма. Ведь для них это особенно важно – почувствовать ощущение праздничной и культурной атмосферы. Все мероприятия проекта помогут им адаптироваться, поверить в свои силы, развить творческий потенциал и успешно интегрироваться в обществе. Нашим молодым звездочкам хотел бы пожелать огромных успехов, крепкого здоровья. И вот на подобных мероприятиях как раз-таки и объединяется вся наша молодежь. Через культуру, спорт, через знакомство обычное. А как говорится, в этом единстве и есть сила нашей страны. Гостями фестиваля также стали генеральный спонсор, директор торгового дома Балдалей Надир Валиев, начальник МКУ Управления культуры и молодежной политики Мурад Магомедов, министр по делам молодежи Камиль Саидов, заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Гаджимурад Магомедов и многие другие. Потому что музыка так исторически, наверное, сложилась для горцев. Они раньше не могли даже признаваться любви, в горах особенно. Но играла музыка и определяла человек, в какое состояние души, как он относится. Если, как Расул Гамзатович говорил, папаху примут, то он мог сватать девушку, если нет, то папаху выкидывали с окна обратно. Ну, это такой маленький юмор. Но самое важное для нас, для Дагестана, мы многонациональная республика, у нас все поют. Украсили мероприятия музыкальные коллективы, вокалисты и хореографические коллективы из разных регионов России.